Итак, погнали дальше. При игре квинта на пятой струне тяжело глушить шестую струну правой рукой, поскольку ладонь глушит и струны ниже. Но здесь сразу вопрос, что значит тяжело. Это решаемо. Совершенно нормально, когда играете квинту на пятой, правой рукой держать шестую струну. Это решаемо. Если глушить шестую струну левой рукой, то как это лучше делать? Кончиком указать ног пальца, при этом неудобно зажимать пятую струну приближения, или свободным средним. При этом тяжело достоверегать пальцы в другую квинту. Для подстраховки это свободный средний, и иногда бывает даже безымянный. Иногда бывает, когда это блюзовая постановка, это большой палец Но ни в коем случае не вытаскивайте кончик пальца выше То есть вы должны зажимать именно пятую струну, шестую не трогать Так, дальше поехали Фред, приветствую, выскажи, пожалуйста При тревольной пульсации, а при быстрой тревольной пульсации по 5-6, нули Да и бывает при ровной игре Правая рука принимает неправильное положение, начинает бить от гитары с опоры на деку И по одной шестой струне, чуть здесь как-то не по-русски А не в гитару, так зато можно сыграть Все же нужно тревольной играть в гитару Или есть оговорки, где нужно выворачивать руку по использованию нестандартного положения правой руки Ну, смотрите, допустим, на Гатри Гоуа Нэнди Джеймса Чуваки играют параллельно, играют от гитары, это возможно Но все-таки большинство подавляющих играет все-таки в гитару Насчет разворота, при, допустим, когда он может использоваться Если вы играете экономом или сипом, в отходящее движение Да, в таком случае, конечно, рука будет разворачиваться И идти прям большим пальцем, прижатый к струнам И смотреть, соответственно, так называемое заваление будет происходить у вас Это совершенно нормально Ух так, здесь много вопросов Привет, спасибо огромное за качественный контент Не за что Хоть я давно уже и не играю, но всегда смотрю с восхищением Может, вернусь в строй когда Собственно, вопросы Первое Есть ли какие-то ограничения по возрасту для металла? Поскольку не играл уже давно и четко понимаешь, что делал очень много грубых и не очень ошибок в обучении Когда играл интернета, можно сказать, не было почти Учились друг у друга Я считаю, что возраста ограничений для металла нету Как и для блюза, и для джаза, и для чего угодно Просто с возрастом, как правило, наваливается куча всякого геморроя И поэтому Труднее найти время И здесь, самое главное, бешеная концентрация Естественно, если, допустим, мужик там 60 лет Завален кучей проблем всяких И сказать ему, сиди там по 2 часа в день мочи И полностью отключайся От всего бросай семью Это трудно Поэтому, в принципе, это реально Но таких фанатиков мало А так, ограничений, конечно, нет Дальше Ты говоришь, что большая загруженность по работе у тебя Не будет ли здесь с этим повышение цен на уроки по скайпу? Ну и какой оптимальный график занятия по скайпу? Повышение цен Смотрите, я думаю, что, конечно, будет то, что повышается все Но, как правило, тем, кто успел написать То есть, допустим, человек написал там в конце года И им озвучил цену То я таким уже повышаю, как ранее редко Поэтому старайтесь писать быстрее Чтобы я озвучил цену актуальную Иначе дальше она реально может подняться Оптимальный график занятия по скайпу 1 час в неделю 1 час в неделю И остальное время, естественно, вы прокачиваетесь сами Очень плотно Третий Каков диапазон цен на нормальную гитару Лизанятия дома? В основном, ну, стена производителя Понятно, что можно учиться и на Китае С 2-3 тысячи рублей Но, блин, у меня такие гитары были И один из факторов, из-за которого я все сложил Это, соответственно, звук, который эти гитары выдают Либо руки вместо того места Ну, в общем, понятно Стандартная проблема Хочется места плотного Я считаю, что для такого бюджета, умеренного Это тысяч 20 Все равно лучше, чем старые японские бонезы Нито не придумал Ну, может быть, 20-25 тысяч RG 570, 550 Японские Джексоны Только желательно с фиксированным бриджем Я считаю, что это самый-самый лучший вариант То есть брать старого японца, пусть там немножко Погемороится с ним Зато получитесь работать с лойдом Но я считаю, что это будет намного лучше Чем, соответственно, китайцы за 2-3 тысячи рублей Или какая-нибудь новая гитара, не дай бог Потому что тот же самый бонезы Представить, допустим, RG 570 Ну, он будет стоить 1025, наверное Может быть, если повезет, 20 За эти деньги о каком-то японце новом Вообще говорить не приходится То есть ближайший, наверное, бонез японский Будет стоить 1070, если не больше И он будет намного хуже по качеству Вот в этом есть парадокс, что вы можете взять гитару старую Но звучащую лучше, чем новую И взять ее там в 3-4 раза дешевле Поэтому думайте Так, еще вопрос Что ты слушаешь? Я имею в виду конкретно Ну, конкретно Многие думают, что я слушаю кутацкий металл Какой-нибудь Dead Black там и прочее Я эту музыку не люблю То есть я умею играть ее, если надо Но сам для себя я слушаю, как правило, музыку именно кассовую То есть всякие Линкен Парки, Папа Роучи, Ван Эссенсы И я считаю, что музыку нужно слушать ту Как бы на том языке, который изучаешь Поскольку я изучаю сейчас французский Я просто слушаю французскую Папсу качественную Так, дальше поехали Какие боксы используются в классическом металле? Я не знаю, что это классический металл То есть кого может туда отнести Не знаю, какой он там Арен Мэйдин или кого Но, как правило, в большинстве случаев Это натуральный минор Или так называемый Эолийский лад И часто используется флигийская Пониженная вторая ступень Ну и бывает там Блюзовые ступени тоже часто используются Но в целом, если какую-то брать Прям массовость То это будет натуральный минор Эолийский Уважаю твой труд Самым искренним образом Все твои видео на канале по существу Коротко, понятно и доступно А самое главное Без долбанного пафоса и прочего педрюшки Огромное спасибо Да, я тоже считаю, что всякие эти видео Меня раздражают, когда открываешь Там сидит кончуак Сейчас я вам покажу Мне кажется, это полная хрень То есть я считаю, что видео должно быть Максимально четко, информативное Без всякой баланды И поэтому стараюсь сделать именно такие Так что спасибо вам за поддержку И за то, что вы поняли Именно от Отличительно Особенно с моих видео Дохранительный канал Спасибо тебе большое Спасибо Так, дальше поехали Спасибо тебе за все Опять же, не за что У меня вопрос про downstroke Ты уже как-то говорил про это Но только технический момент И про интерон, про практику Но как действовать? В начале занятия на гитаре Сложно даже 90 держать В таком рифе Из песен deftones Сейчас я прочитаю Быстрее Ну, смотрите Здесь опять же Такими вещами я в основном Занимаюсь с учениками Потому что нужно отслеживать То есть я не могу сказать Какое-то предложение И человек сел И начал мочить downstroke То есть есть там какие-то фишки Которые позволяют Именно в плане постановки Немножко улучшить Позволяют в плане В плане легкости В плане звука Но в целом Это, конечно, большая программа С которой нужно сидеть И работать с человеком Отслеживая успех Поэтому так я просто Текстом и в рамках Вопрос-вответа За это не готов взяться Так, еще одна благодарность Спасибо еще за канал Очень много полезного И так далее То есть тоже, опять же Не за что стараюсь Спасибо за уроки Пока так и не выходит По времени зарезать Зарезать продолжить уроки Но жизнь долгая штука Пока просто стараюсь Не забыть то, что уже наработали Как твой французский? Ну, стараюсь тоже Требен И так, поехали дальше Привет, у меня такие вопросы Как понять, как устроена музыка? То есть, как люди Сочиняют песню От начала и до конца Опять же, это очень сложный вопрос Как устроена музыка? Ну, в целом, по-хорошему Это набор интервалов Набор интервалов В рамках, как правило Какой-то одной гаммы Если так вот Одни продолжения сказать Но, конечно, это Сложная тема И, опять же, сейчас я Распинаться долго здесь Не буду на эту тему Есть канал Миши Ряженки Где он утверждает Что техника игры Это только 30% от того Что должен иметь гитарист По его словам Техника это далеко не самое главное Даже не выучить трезвучие Куча свертоаккорды Развитие ритма В процентах я не знаю Как это мерить Потому что есть разные гитаристы Есть люди, которые Вообще не знают просто ничего Но, соответственно Они мочат каким-то там Не знаю, 5 квинт Получается это угарно И он платит деньги Все, все нормально получается И теорию он может вообще не знать Я, конечно, за комплексное развитие За то, чтобы учить И теории, и трезвучие Свертоаккорды, и интервалы Но, как это измерить в процентах Я не знаю Откуда эта цифра взялась Поэтому это нужно спросить Я думаю, что у автора канала Как он так вычитал Отношение к тачстайлу Маблина Не сталкиваемся Все время мне что-то говорят Что он что-то там делает Пальцами вот так вот Но не слежу Поэтому отношения его просто нет Так, дальше Спасибо за информативное видео Хотелось бы услышать От постановки большого пальца Левой руки Классическое или блюзовое У меня есть знакомый Который утверждает Что большой палец Никогда нельзя ставить над грифом По-блюзовому Что уже держать всегда По-классике за ним Ну, опять же Просите знакомых сделать бенды Поиграть в всякие там Вертушки где-нибудь в районе 22-го, 24-го лада И посмотрите просто Что будет происходить То есть они Или не сыграют Или у них просто Вся посадка перекосится Или они Ну, надеюсь, что они просто извинятся Скажут прости за тупость То есть, естественно Есть и то, и другое И поэтому здесь Радикальных мер Никаких не нужно Бывает, когда большой палец здесь Бывает, когда он там Все зависит от партии То есть факторов моря И вот так сказать Что прям никогда Это полнейший бред Как играть в метроном Чтобы были гвозди Юрий, у тебя уже есть видео Как развить чувство ритма И какой лучше тайминг-видеурок Хотелось бы больше Эта тема очень деликатная То есть здесь, опять же Ну, я снял такое вводное видео Чтобы хотя бы люди понимали Что есть игра вперед Которая звучит херово Есть игра ровная Есть игра с оттяжкой Но, опять же Здесь нужно В первую очередь слушать То есть слушать ваших фумиров Которые играют заведомо точно То есть это, опять же За кого я могу отвечать Это за Коцена За Гилборта За Сатриана, кстати То есть, казалось бы, добрый чувак Все так считают Что, ну, особо там не пилит Но у него ритм просто бешеный Просто бешеный Поэтому старайтесь слушать Снимать Но, опять же, остальными вещами Просто я специально в программе Делаю рифы На которых все это потихонечку поднимается Здесь одна проблема Здесь вторая Здесь третья Поэтому, может быть, я какие-то уроки Еще сниму Но, в основном, конечно Самая такая мощная прокачка Она происходит на занятиях То есть здесь уже Больше добавить нечего Так, мне опять нужно Сейчас пока бежать Я думаю, что скоро продолжим И будет третья часть И, возможно, даже четвертая Потому что вопросов много Спасибо за ваш интерес И, соответственно, скоро Скоро продолжим